Здравствуйте! В эфире передача аспекта иностранных дел телеканала CBC. С вами Таймур Атаев. Вчера мы рассматривали отдельные нюансы внутриполитической жизни во Франции. Естественно, подошли к ним через призму завершившихся в минувшее воскресенье выборов в парламент Франции, имеется в виду выборы в Национальное собрание и Нижнюю палату французского парламента. Мы рассматривали довольно подробно все эти моменты и подходили к этому с той точки зрения, насколько сейчас Эммануэлю Макрону удастся позиционировать себя президентом всех французов и насколько это будет восприниматься отдельными мировыми лидерами. Сегодня мы продолжаем европейскую тему, но несколько в ином контексте. Оставаясь на европейском континенте, будем рассматривать ситуацию в Брюсселе. Сегодня здесь открылся очередное заседание глав государств и правительств Евросоюза. Повестка дня была определена значительно ранее. В принципе, мировое сообщество в курсе тех вопросов, которые должны обсуждаться. И об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. Как обычно, в рамках нашей передачи постараемся подойти более шире к озвученной теме. С нами сегодня из Швеции подключился Камал Мякилей-Алиев, доктор юридических наук, доцент Института глобальных политических исследований Университета Мальме. Здравствуйте. Здравствуйте, Тима Мякилей. Спасибо за приглашение. Спасибо за участие. И с нами сегодня Эльшан Меджидов, политический обозреватель Азербайджан. Добрый вечер. Добрый вечер. Рады видеть вас у нас в студии. Спасибо. Камал Мякилей, ну вот сейчас где-то минут 50 назад как раз вот началось обсуждение одной из тем повестки дня сегодняшней встречи в Брюсселе. О приеме в кандидаты Украины. Ну понятно, о чем идет речь. А также стартовавший саммит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен определила буквально за сутки до начала историческое. И она сказала буквально, повторила фразу Михаила Горбачева, что задул ветер перемен. Вот это вот немножко настораживает, когда мы слышим ветер перемен. Мы понимаем, о чем идет речь. Но может быть в этот раз несколько в ином направлении он подует. Действительно. Посмотрим. И речь идет о том, что заявки на вступление НАТО подали Молдова, Украина и Грузия. Но в свою очередь Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в ЕС. На каком этапе сейчас обсуждения, если у вас есть информация? Потому что буквально минут за 30 до начала передачи пока еще шла информация, что только идут обсуждения. Может быть уже что-то произошло? Да, то я думаю, все так. К сожалению, пока что нет заключающего какого-то решения. Обсуждения все еще идут. Обсуждения в Совете Европейского Союза будут продолжаться какое-то время. Я думаю, что буквально в ближайшие часы, конечно, будет решение. И ситуация прояснится намного больше. Но с такими рекомендациями, которые Украина и Молдова получили от Европарламента и Еврокомиссии, то, естественно, все ожидают положительного решения о включении именно этих двух государств в кандидаты на членство в ЕС. Я думаю, что сейчас обсуждения, которые касаются именно Молдовой Украины, будут рассматриваться в ключе двух главных тем. В ключе безопасности, а также в ключе экономической целесообразности кандидатства на вступление в Европейский Союз. И обе этих темы будут обсуждаться очень глубоко и очень широко. Но надо также понимать, что если мы говорим о Европейском парламенте и о партиях, задействованных в Европейском парламенте, то там есть своя повестка. И когда это касается Европейской комиссии, здесь повестка более приземленная, менее политическая, но в то же время более технократическая. Там своя повестка, а в Европейский совет полностью состоит из представителей политических элит государств Европейского Союза. И здесь тоже опять-таки мы возвращаемся к политической повестке. Именно поэтому можно делать какие-то прогнозы касательно членства, то есть кандидатства в членство Евросоюза относительно Украины и Молдовы. В то же время, когда речь идет о Грузии, здесь будет совершенно другая повестка, здесь будет обсуждаться. Я как раз по Грузии хотел поговорить с нашим гостем из Баку. Пока, если можно, хотелось бы у вас уточнить, вы говорите о более жестком подходе со стороны Евросоюза. То есть, вы говорите, это, ну, скажем, политическая элита, которая несколько в ином ракурсе будет, допустим, кто-то скажет экзаменовать, а кто-то скажет, что там беседовать на тему становления кандидатом в члены ЕС. Но насколько усматривается, все же этот вопрос, он практически получил уже добро, если можно так сказать. Другое дело, что это второй этап уже становления непосредственно членами ЕС. Он может длиться, как мы уже отмечали, лет 10, если не больше. Вы знаете, с высокой вероятностью получил добро. Почему я об этом говорю? Потому что все-таки решение остается за Советом Европейского Союза. И пока Совет Европейского Союза не утвердил это решение, говорить о том, что Молдову и Украину получают статус кандидата в членство Европейского Союза, невозможно. Чисто поэтому. Потому что такие правила, таковы правила вступления. То есть вы считаете, что сегодня, быть может, даже этот вопрос не получит вот это развитие, да? Или как? С меньшей вероятностью. Конечно же, с меньшей вероятностью. Все ожидают то, что этот вопрос решится в позитивном ключе для Молдовы и Украины. Но чисто технически, пока решение не было принято, мы не можем говорить о том, что решение уже принято. Именно потому, что это остается на усмотрении Совета. Ну, наверное, час-час, полтора-два, но мы как раз еще подождем. Мы, кажется, все узнаем, да. То есть прогнозы делать можно. Прогнозы положительные, прогнозы делать можно. Но, конечно, в любой момент может произойти что-то, что пойдет не так на Совете. И тогда вопрос для одной из стран или для обоих стран может быть снят повесткой. То есть это настолько возможно. То есть никто никогда не знает точно. Но предположить и за рекомендации Европейской комиссии, и за рекомендации Европейского парламента, и за настроение членов Совета Европейского Союза, можно сделать такой вывод, конечно. Но стопроцентной гарантии дать никто не может. Ну что ж, очень интересное мнение. Как раз подождем развитие события. То, что вот вы сказали по Грузии, Эль-Шамаля, мне бы хотелось услышать вас, потому что 17 июня, когда Еврокомиссия рекомендовала о принятии Молдовы, Украины и Грузии, но там речь шла о европейских перспективах. Именно так было сказано только и Украина, Молдовы и Грузии. Но статус кандидата предлагалось предоставить только Молдове и Украине. А Кишинев и Киев, как бы было отмечено, что они уже могут вот эту ступень пройти. А что касается Тбилиси, там будет несколько неопределенное будущее. Опять-таки, вот так было именно сказано, если верить переводу. С чем это связано, на ваш взгляд? К примеру, сегодня даже вот премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что он очень рад за украинцев, за молдаван. Но по его убеждению, из этих трех стран стать кандидатом заслуживала непосредственно Грузия. Как бы вы вот оценили сказанное и Ираклий Гарибашвили, и в то же время вот это решение Еврокомиссии? В целом, если взять, надо сказать, что причин очень много. Здесь есть и географические причины, и экономические, и геополитические причины. Ну и географически понятно, что Украина и Молдова ближе к Европейскому Союзу по географическому показателю, чем Грузия. То есть, ближе, то есть, легче их интегрировать в Европейский Союз по географическому, я опять же говорю, принципу, нежели, допустим, Грузию. По геополитическому, ну, понятное дело, что если Грузия станет членом Европейского Союза, то нужно посмотреть на соседей Грузии. На севере это Россия, на юге это Армения, которые оба являются членами Евразийского экономического союза. То есть, получается, и Армения взаимодействует с Россией в первую очередь через территорию Грузии. То есть, если Грузия станет членом Европейского Союза, то получится, что две страны Евразийского экономического союза будут взаимодействовать друг с другом только лишь посредством территории члена Европейского Союза. То есть, Европейский Союз уже будет внутри, если так сказать, в географическом плане Евразийского экономического союза. Для того, чтобы это обойти, конечно же, Армении надо примириться с Азербайджаном, открыть Зангазурский коридор и так далее. То есть, мы видим, что есть обходные пути, но пойдет ли на это Армения и так далее, это уже другой вопрос. То есть, фактически, тогда вот эти последние шаги, то, что мы видим со стороны Шарля Мишеля, то, что мы видим со стороны, можно сказать, и Соединенных Штатов и других государств, ведущих государств мира, включая Великобританию. То есть, когда они ратуют за мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, готовы даже содействовать, то есть, речь своего рода идет и о том, чтобы подготовить вот эту южнокавказскую площадку с целью... С тем, чтобы, да, поскольку они не хотят пока что вступление в Грузию для того, чтобы не возвышать эскалацию напряжения с Российской Федерацией. Потому что, ну, с Украины уже, как бы, эскалация достаточно на высоком уровне, Молдова достаточно отдалена от Российской Федерации, а вот, например, Грузия, она очень близка к Российской Федерации, очень отдалена от Европейского Союза. То есть, если она получит статус кандидата, если будет очень серьезное напряжение между Москвой и Тибилиси, то сможет ли Европейский Союз НАТО и так далее адекватно реагировать? То есть, предугадывая возможные действия Кремля, предугадывая свои возможные потенциалы и так далее, они решили, что, скорее всего, конечно же, что лучше на переднем плане предоставить статус кандидата Украине-Молдове, а вопрос Грузии это оставить на потом и так далее. Причем там даже сказано, вот опять-таки, очень важно, ну, неопределенное будущее. Неопределенное будущее, да. То есть, конкретики в этом плане нет. И уже надо сказать, что получение кандидата, статус кандидата, это не означает членство на Европейский Союз. Как вы сказали, она может длиться десятилетиями, больше десяти лет, и то же самое здесь может быть. И я не думаю, что Украина после того, как получит статус кандидата на следующие годы, или через 2, 3, 5 лет, получит членство на Европейский Союз. Когда они заключали мастерский договор в 92-м, когда она вступила в 93-м году, там было очень много критериев того, как, значит, страны-члены, они должны, например, свой государственный долг, уровень инфляции, всего прочего. Если мы посмотрим на доклад Всемирного банка по Украине, то мы увидим, что ни по одному из этих показателей Украина не проходит. То есть, экономически, политически. Это за какой год? За 2022 год, апрель. То есть, ни по одному из этих экономических, политических показателей Украина пока что не дотягивается тем, чтобы принять ее в Европейский Союз. Если принять ее в Европейский Союз, допустим, через год, то вся эта экономическая нагрузка свалится на плечи Европейского Союза, если поле точно сказать, на плечи Германии и Франции. Ну что ж, это как раз совпадает с той позицией, которую очень многие аналитики Запада освещают, причем именно как раз-таки вот с этой точки зрения, чтобы не идти на обострение с Российской Федерацией. То есть, особенно в нынешних условиях, и поэтому даже конкретизируется, что здесь речь идет больше именно о кандидатском статусе, а дальше уже как бы там речь пойдет о верховенстве закона, о борьбе с коррупцией. И как раз, Кемал Мялим, вот в продолжении темы, с учетом вашего опыта по международному праву, когда речь идет о верховенстве закона, вот в применении к Украине, вот то, что вы говорите о Всемирном банке, но там может быть больше экономической составляющей, допустим, все время ставится вопрос, там борьба с коррупцией, верховенство закона. Что именно подразумевается? Потому что, если брать Турцию, там несколько иное направление получается. Вот мы недавно опять рассматривали довольно подробно доклад Европарламента под 2021 годом по Турции, они все время бьют на права человека, но не обосновывают особо это, понимаете? Поэтому вот в преломлении к Украине несколько иное, иное такое поле. Здесь на самом деле надо будет несколько развить тему, потому что есть факторы, о которых никто не говорит. Есть факторы, о которых не говорят в перспективе того, что сказала Европейская комиссия. Европейская комиссия, это и рекомендовала дать Украине, например, статус кандидата в члены Европейского союза. Но она также выставила ряд критериев, в случае неудовлетворения которых Украина может утерять впоследствии свой статус кандидата. Смотрите, не статус члена Европейского союза, не статус, который дается члену, или даже об этом речь не идет, но даже утерять статус кандидата может. И это список, если я не ошибаюсь, из 15 до 20 пунктов. То есть он очень серьезный список, и многие из этих составляющих этого списка связаны именно с борьбой с коррупцией и верховенством закона, как вы говорили. Что подразумевается под верховенством закона? В первую очередь подразумевается независимость судебной системы от других ветвей власти в государстве. То есть абсолютно независимая судебная система, фактически имеющая под собой ограничения только в плане сдержек и противовесов, нормальных сдержек и противовесов, которые существуют между тремя ветвями власти. И вот оценка этой системы, она обычно осуществляется с помощью даже не Европейского союза, а Венецианской комиссии, связанной с структуруми Совета Европы. И если их доклады бывают положительными и рассматривают судебную систему как независимую, тогда этот пунктик считается удовлетворенным, и это играет огромную роль в плане кандидатства и в дальнейшем членства в ЕС. То есть это получается начальный пункт, первый пункт все-таки независимой судебной системы? Один из главных пунктов, он не первый и первоначальный, как бы он стоит в начале списка, он фактически пронизывает все критерии, которые с ним связаны. То есть независимость судебной системы, она также связана в основном со структурами исполнительной власти, которые занимаются борьбой с коррупцией, она связана с законодательством и законодательной властью, которые занимаются тем, что принимают законы, связанные с борьбой с коррупцией и так далее и тому подобное. То есть это как бы охватывает все вот эти вот категории и ветви власти и создает комплекс, который нужно удовлетворить для того, чтобы критерии считались позитивными в Европейском Союзе. А если вот подойти к этому через призму Сербии и Черногории, сегодня как раз премьер Хорватии вот выступал на этом заседании буквально пару часов назад и он отметил, что и Сербия и Черногория уже 10 лет, ну он сказал 9-10 лет ожидают вот этого членства уже будучи кандидатами. А если брать вот в преломлении к Украине, какие критерии, ну не выполняются Сербии и Черногории, что уже вот столько времени прошло и они на этой лестнице еще на начальной? Я не настолько специалист по Балканскому полуострову. Что касается Сербии, то здесь конечно же имеет первый фактор, я думаю, политические причины. И они все связаны с бывшим конфликтом в бывшей Федеративной Республике Югославия, с косовским фактором. Это выходит на первый план, но также есть проблемы и с верхоместным законом, потому что в Сербии есть проблемы с независимостью судебной системы. То есть вот эти два фактора я бы выделил именно для Сербии отдельно. Эльшам Алим, к вам вопрос по сегодняшнему саммиту уже чуть-чуть в другом направлении. Премьер-министр Албании Эдзирама назвал позором блокирование Болгарии вступления Северной Македонии и Северной Македонии в ЕС. Член НАТО Болгария, по его словам, держит в заложниках две страны, имеется в виду Албания и Северная Македония, 26 иных государств, заняты молчанкой, как он сказал, и пугает это бессилие. Что скажете по поводу этого, тем более, что Олаф Шольц буквально вчера назвал важным предоставление убедительных обещаний поддержки странам Западных Балкан на пути к ЕС. И в то же время, опять-таки, премьер Хорватии сегодня говорил, что и Боснии необходимо предоставить этот статус. Как вы видите эту ситуацию? Предыдущий оратор касался юридических вопросов. Я буду больше по политическим и геополитическим вопросам. Здесь есть две разные линии. Есть геополитическая линия. Мы знаем, что сейчас мы находимся в точке биферкуации. То есть в той точке, где мир полностью меняется. Если в этом мультиполярном мире, балканским странам, хотя бы на уровне, допустим, обещаний и так далее, ничего не предоставить, то они будут искать себе новых союзников. Может с Турцией, может с Россией, может с какой-либо другой страной и так далее. И для того, чтобы этого не допустить, для того, чтобы оставить их в сфере своего влияния, да там говорят, что надо что-то им предоставить, надо что-то им пообещать и так далее, с тем, чтобы они еще несколько лет, там 5 лет, 10 лет, 15 лет, свою внешнюю политику ориентировали именно на Запад. Но политика это все-таки искусство возможного, но еще более важного необходимого. Мы всегда должны исходить из материалистических необходимостей. Вы не можете слабое государство принять в Европейский Союз и ждать, чтобы этот Европейский Союз с включением каждого слабого государства становился все более сильным. Каждое новое слабое государство, оно ослабляет его изнутри. Ну это, кстати, и поэтому некоторые страны говорят, что фактически ЕС в таком случае должен стать донором и в буквальном смысле финансово и так далее. И страны-члены Европейского Союза, они делятся. Есть страны, которые больше платят Европейскому Союзу, нежели получают от него что-то. И есть страны, которые больше получают от Европейского Союза, нежели ему дают. Вот, например, Великобритания, когда еще была членом Европейского Союза, она больше давала ЕС, нежели от него что-то получала. И мы знаем его результат. Это не понравилось большинству людям. Значит, Великобритания, начался Brexit и так далее. Сейчас мы видим, что случается в парламенте Франции, или, например, на президентских выборах во Франции. Да, Эммануэль Макрон победил, но с каким перевесом он победил, сколько ультраправых людей, евроскептиков и так далее. Но он, да-да, и большинство не смог заработать. Да, он большинство в парламенте не смог, да, абсолютно большинство не смог заработать. Да, именно в этом плане, да, мы говорим то, что чем больше слабые государства будут туда включаться, это будет еще большая нагрузка на плечи сильных государств, внутри которых могут еще больше усилиться евроскептические силы, которые могут привести к еще большим Brexit, ну и не Brexit, это Brexit связано с Британией, с каким-либо другим названием, конечно же. Если еще несколько сильных государств выйдут оттуда, это уже приведет к тому, что Европейский Союз будет всего лишь союзом таких маленьких слабых государств. Надо привести вот такой самый простой пример, Италия. В самой Италии есть очень серьезные сепаратистские настроения между севером и югом. Север говорит, мы больше зарабатываем, но больше денег тратится именно на юге. Юг меньше дает целой экономики, но больше от этого потребляет. Ту сумму, которую перечисляют в бюджет, она не возвращается. Да, она распределяется по большей части на юге, и от этого, допустим, не в восторге все. Это только лишь внутри одной страны, которая является членом Европейского Союза. Если это отношение итальянцев к итальянцам, а если новые страны-члены войдут в этот состав, то каково будет отношение сильных государств Европейского Союза к слабым государствам, это приведет к еще большей дезинтеграции, еще большему расколу. Европейский Союз должен себя укреплять, а не ослабевать. Именно вот с этой позиции они стараются, как бы так сказать, не очень-то много слабых государств принимать на ближайшее будущее. Ну, опять-таки, вот слушая вас, все-таки убеждаюсь, что насколько сложно говорить о единстве Европы, как бы и не хотелось. Вот эта вот фраза «сильная, слабая Европа», «сильные фразы регионы», «сильные, слабые регионы», она все время фигурирует. Причем она фигурирует в основном со стороны, скажем так, сильных государств, то есть тех, которые диктуют. Именно это и как раз вызывает вопросы, насколько вот это единство, оно может быть в каких-то важных вопросах. И как раз сейчас, Кемал Малим, хотелось услышать вас на тот, по тому факту, что еще задолго до саммита констатировалось, что лидеры 27 стран ЕС примут политическое решение о продлении на полгода санкций против России, но, как отмечалось, новых санкций не ожидается. То есть речь идет о том, чтобы продлить вот эти санкции, там на полгода их продлевают. Ряд аналитиков считают в этой связи, причем на Западе, что санкционная политика себя исчерпала. С другой стороны, вот ожидается в конце июня и саммит НАТО, ожидается и ЖСЕМ, ожидается и встреча министров иностранных дел европейских государств. И как бы там, насколько, если верить средствам массовой информации, все же вопрос санкций будет обсуждаться. Вот у вас взгляд на это, действительно ли есть такая тенденция, что реально обсуждается вопрос, что санкции не срабатывают? Я думаю, что здесь нужно исходить из того, что делать какие-то обобщающие выводы на данный момент очень тяжело. Почему? Потому что если мы говорим о том, что продляется пакет санкций, мы говорим о том, что вот это сейчас зафиксированный консенсус. То есть на данный момент вот 27 стран согласны именно с этим. С чем-то другим они не согласны, поэтому нет одного пакета санкций. То есть то, что предлагается как бы в новинку, пока не находят своего консенсуса между 27 странами. В дальнейшем, естественно, позиции могут поменяться. Ситуация на земле может поменяться. Ситуация политическая может поменяться. Сейчас очень сильная динамика. То есть меняется ситуация в политическом и геополитическом плане очень быстро. Поэтому сказать на данный момент, что ожидается через 2 или 3 месяца, это уже совершенно ситуация, когда нужно смотреть фрустальный шар и гадать. Я очень редко задумывался о том, что такое время может прийти, но оно именно сейчас. Тем более, когда речь касается Европейского Союза. Обычно политика Европейского Союза достаточно предсказуема и была достаточно предсказуема. Но, к сожалению, или к какому-то даже моменту к счастью, все меняется. И вот это тоже изменилось. И сейчас очень сильная динамика этих процессов. Что касается действенности санкций, то здесь нужно смотреть больше в будущее, а не на ближайшую перспективу. Санкции никогда не были мерой, которую можно измерить в краткосрочной перспективе. Я думаю, что очень часто многие об этом забывают. Потому что чисто на очной точке зрения санкция не может принести результатов сегодня и сейчас. Сегодня и сейчас. Все правильно. Ну вот как раз-таки обсуждается этот вопрос, что ряд аналитиков убеждены, что даже те санкции, которые применяются на сегодня, они сыграют как бы через какой-то промежуток времени. И если одна часть убеждена, что санкции не сыграли, другие почему считают, что правильно, что сейчас не предпринимается уже некий новый там шестой или седьмой пакет, по той причине, что вот те санкции, что имели место, они подойдут как бы к своему знаменателю через какой-то период. Поэтому нет смысла торопиться с дальнейшими шагами. Все верно. Именно в такой логике происходит процесс дебатов внутри Европейского союза, внутри Европейского сообщества, в какой мере сейчас нужно добавлять какие-то определенные санкции, если мы еще не дождались результатов действия тех, которые действуют сейчас. И при том, что аргументы именно той стороны, которая ратует за то, чтобы притормозить немножко, это в том плане, что в краткосрочной перспективе введение слишком, так сказать, скоросделанных санкций может привести к негативным последствиям именно для самого Европейского союза. То есть, вы имеете в виду какой-то экономический коллапс, да, скажем? Ну, экономический коллапс это очень серьезный термин. Я думаю, что во всяком случае серьезные экономические последствия, отрицательные экономические последствия для Европейского союза, они в краткосрочной перспективе возможны, если санкции не будут на самом деле обдуманы, да, именно в силу того, что они приносят какой-то результат в среднесрочной и долгосрочной перспективе. То есть, в краткосрочной перспективе они имеют большую тенденцию навредить, нежели принести положительный результат для внешней политики. Именно вот об этом задумываются в ЕС, и именно это и есть предмет обсуждения в ЕС, когда дело касается консенсуса по поводу нового пакета санкций. А сейчас именно вот консенсус говорит сам за себя, что новых санкций вводить не будут, то что будет именно продолжать течение тех санкций, которые уже введены сейчас. Ну, опять-таки, все же, наверное, вот итогом вот этого месяца может стать как раз результат, и то, что мы увидим и на саммите НАТО, потому что в свое время Листрас говорила, что ЖС-7 должно стать экономическим НАТО, то есть, там идут своеобразные какие-то подвижки в том плане, что, может быть, даже где-то на НАТО перейдут вот эти, ну, как предполагается отдельными экспертами, вот эта вот сила давления, скажем. Вы что-то хотели добавить? Да, в целом, надо сказать, что санкции подействуют, согласно большинству экономистов, к концу 2022 года. Ну, это, значит, практически на 90%, значит, они очень сильно подействуют на российскую экономику. Но есть еще важные детали, которые тоже надо учитывать. Первое. Сможет ли Европейский Союз полностью заменить российский газ? То есть, если они это смогут, это еще больше ударит по российской экономике. Почему? Потому что вот они сейчас приняли шестой пакет санкций, где сказано, что они от российской нефти отказываются. К концу года они практически на 3 четверти должны от него отказываться. Да, это очень серьезный удар. Почему? Потому что Россия продает свою нефть и Китаю, и Индии. И, например, согласно последним расчетам, уже Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам, значит, нефти Китайскую Народную Республику. Но важный момент заключает в том, что Россия продает Китаю нефть не по рыночной цене, а по низкой цене. То есть, таким образом она лишает себя очень больших доходов из-за того, что по дисконту она продает ее, значит, Китай. Но там же тоже идет обсуждение, что не все страны поддерживают эмбарго. Ну это понятно, но все равно по дисконту она продает нефть и Индии тоже. И даже я вам скажу, что было время, когда, например, газ в Европе уже зашкаливал после, значит, первых недель вот этого противостояния, то Российская Федерация продавала Китайской Народной Республике газ в 10 раз дешевле, чем она продавала ее Европейский Союз. То есть мы опять здесь видим, то что в зависимости от того, как будут выстраиваться вот эти санкции, эти санкции так или иначе ударят по российской экономике. Но именно как они ударят, насколько сильно это ударят, это будет зависеть от... И, наверное, и в какой период. Да. И важный момент еще является то, что насколько санкции ударят сильно и по западной экономике, потому что мы видим, что санкции, они всегда двухсторонние, они бьют и по российской экономике, и по западной экономике. И вот в этих, как бы так сказать, днях, сегодня и завтра будут обсуждаться не только лишь Украина, будет обсуждаться финансо-экономическая ситуация в самом Европейском Союзе. Из-за очень серьезной инфляции и так далее. Как с этим бороться? Если, например, западные государства смогут нарастить объемы добычи нефти, газа и так далее, это еще раз ударит по российской экономике, потому что чересчур много нефти, газа. Это низкая нефть, это низкая цена на нефть и газ. И таким образом мы знаем, что половина бюджета Российской Федерации формулируется из продажи энергоресурсов. И другой важный момент, смогут ли они убедить ОПЕК в том, чтобы нарастить объемы добычи. Я считаю, что смогут убедить, потому что чересчур дорогая нефть, чересчур дорогой газ, это очень много конкурентов. Нефти и газа в мире очень много, но разница в том себестоимости добычи нефти. Есть некоторые страны, как, например, в Саудовскарове, если вы немного копаете там колодец, там уже нефть. А есть страны, где вы должны очень-очень долго копать для того, чтобы добыть эту нефть. То есть себестоимость там разная. А когда цена нефти очень высокая, то очень много стран, очень много игроков могут ее добивать. То есть это две стороны, получается, медали. Да, скорее всего, ОПЕК повысит добычу с тем, чтобы ликвидировать других своих конкурентов. И так опустить цены с тем, чтобы обанкротить других своих конкурентов, выкупить их акции и таким образом создать свою собственную олигополию. Ну вот опять здесь, на основе ваших рассуждений и то, что говорит Кемал Малим, вырисовывается значимость Азербайджана. Конечно. Вот интересно, буквально сегодня президент страны Ильхам Алиев принял министра энергетики Румынии и других высокопоставленных представителей этой страны. Обсуждались вопросы в том числе и в основном, безусловно, это развитие сотрудничества в энергосфере и даже, что интересно, продовольственной безопасности. Ожидается в Баку визит делегации Федерального министерства экономики и защиты климата Германии. И буквально сегодня посол Германии Вольгланд Манник высказал уверенность в расширении Южного газового коридора, как выразился, в связи с известными событиями. И в других кругах, признаются, имеется в виду европейские, что Южный газовый коридор и трансадриатический газопровод, ну, как часть коридора, естественно, уже доказали свою значимость в условиях энергетического кризиса в мире. И как раз они сыграли значительную роль в бесперебойной поставке природного газа на европейский континент. Ну, мы помним, мы видим в рамках как раз и энергетической недели Бакинской глобального форума, сколько встреч провел глава государства здесь и Болгария, и письма были из Греции и других государств. То есть, Кемал Мялин, вот как вы видите на данный момент роль Азербайджана? Я думаю, что роль Азербайджана в качестве транзитного энергетического хаба, а также страны, экспортирующей энергоресурсы, никогда не ставилась под сомнение. А сейчас ее роль этой страны Азербайджана только выросла. Наша страна знаменита тем, что лежит на своем шелком пути, как хаб исторический, и при этом развитие этой инфраструктуры, которая в последние годы получила просто, так сказать, геометрическую прогрессию, дает свои результаты. Плюс геополитическая ситуация, естественно, сейчас усиливает роль еще больше. То есть, у нас есть такой, получается, многослойный пирог из различных факторов, которые усиливают эту роль. И то, что вы сказали, это именно результаты этой политики, проводимой президентом Эльхам Мали в последние годы, которая просто перевела значимость в геометрическую прогрессию. Как раз, кстати, даже в самом факте того, что в течение месяца была проведена и Бакинская энергетическая неделя, и мощный глобальный форум, мы слышали и посвятили передачу выступлению президента страны и президента Узбекистана Шавката Мерзиёева в период визита Эльхама Алиева в Узбекистан. То есть, Азербайджан, да, с одной стороны Европа, с другой стороны вот этот как хаб между Центральной Азией, ну, имеется в виду Китай и Европа как раз таки. В любом случае получается, что здесь играет значимую роль, безусловно, вот официальный Баку. И надежность, как говорит Эльхам Алиев, все уже понимают, что мы надежные партнеры. Если говорим что-то, то мы за этим стоим. Напоминаем, что сегодня с нами в студии был Эльхан Медидов, политический обозреватель. И по Азум к нам подключился Кямал Мякели Алиев, доктор юридических наук, доцент Института глобальных политических исследований Университета Мальмо в Швеции. Если можно, Кямал Мякели, вы там отслеживали ситуацию, нет пока решения? Буквально вот блиц вопрос такой, уже у нас заканчивается передача. Пока по Украине нет еще вопроса о кандидатстве. К сожалению, обновлений нет. Я сожалею об этом, но пока еще обсуждения продолжаются. И отслеживаю это на компьютере, нет. До конца дня, до конца дня, в Европе тем более, там разница во времени позволит узнать. У нас еще рано. Да, узнать эту ситуацию. Ну, мы сегодня постарались рассмотреть сложившуюся ситуацию в Брюсселе. Как наши уважаемые гости отметили, что очень широкая повестка дня, и можно подходить с различных позиций. То есть не все так однозначно, как представляется, что как бы решается вопрос односторонний. Очень много оказалось таких подводных течений, которые нужно будет пройти и сильным странам, как отмечено сегодня, и слабым странам. И на это, безусловно, нужно время. И опять-таки, как мы видим, роль Азербайджана, позиция Азербайджана на данный момент и на перспективу очень серьезной, и с нашей страной считаются страны, мировые страны-лидеры, и это будет продолжаться еще не одно десятилетие. Оставайтесь в СИБСИ, следите за аспектами иностранных дел, будете в курсе важнейших событий в мировой жизни. Спасибо за внимание.